в 1918 году когда советская республика была в нелегком положении советское правительство это примерно тогда же когда заключался брестский мир она выступила с инициативой давайте проведем референдум и пусть люди решат в каком государстве и как они хотят жить это очень значимо это и есть истинная демократия вот донецк и луганск на мой взгляд как и крым они однозначно сказали следующее что они хотят быть независимыми и президент россии владимир путин сказал что мы должны с уважением отнестись к этому выбору выбор сделан на мой взгляд речь не идет о каких-то имперских амбициях речь не идет о том чтобы увеличивать территорию экономический потенциал речь идет о гораздо более важным речь идет о человечестве сейчас происходит гуманитарная катастрофа сейчас уничтожена станция которая перекачивала в воду нет электричества нет воды люди в отчаянном положении за что этих людей наказывают то что они сделали свой выбор за то что они проголосовали на мой взгляд сейчас речь не идет о каких-то имперских амбициях а речь идет о том чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и просто защитить этих людей помочь им понимаете я все время вспоминаю следующее это сказал один из мыслителей прошедших немецкие лагеря концентрационные когда пришли и сказали что они арестовывают коммунистов я сидел и молчал потому что я не коммунист потом они пришли и сказали что арестовывают профсоюзных дети ли я опять сидел и молчал то что я не про союзный деятель потом они пришли и сказали что они рисуют евреев я опять молчал я же неave а потом они пришли ко мне уже никого не осталось и вот мне Мне кажется, что очень важно, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы мы просто поняли ту самую простую мудрость. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе.